Мария Антуанетта – французский исторический четырехсерийный мини-сериал, поставленный в 1975 году французским режиссером Геандрелли Франком Руск, на телеканале TF1. Сюжет действия происходит в конце XVIII века во время падения во Франции старого порядка и начала Великой Французской революции. В центре повествования – биография последней королевы Франции Марии Антуанетты от юности до смерти. Характер королевы показан в развитии. Сначала она бескомпромиссная, легкомысленная, экстравагантная, безразличная к чувствам и нуждам других людей, особенно тех, кто ниже ее по положению. Впоследствии характер Марии Антуанетты меняется, становится глубже, а события жизни королевы становятся все более катастрофическими. К концу своей жизни и после революции королевы Марии Антуанетты становится одной из самых мужественных и героических фигур своего времени. В ролях съемочная группа режиссер Геандрелли Франк Руск, сценаристы Жан Шатони, Жан Космо, оператор Клод Рабен, композитор Дэвид Бернард, художники-постановщики Жак Фламан, Айлен Негри, художник по костюмам Клод Катуль. Примечание. Мария Антуанетта – это цветной исторический французский мини-сериал из четырех серий по 90 минут каждая серия. Съемки этого мини-сериала происходили в Версале, а также в парке Бют-Шамон, что само по себе осуществить было довольно сложно из-за большого количества посетителей. В мини-сериале задействовано большое количество актеров – 158 актеров, 500 статистов. В мини-сериале задействовано около 1800 исторически достоверных костюмов, специально изготовленных для этого мини-сериала. В заглавной роли снималась известная французская актриса театра и кино Женевьева Кадиль, знакомая российским зрителям. Также по роли королевы Изабеллы и французской – французской волчицы из мини-сериала «Проклятые короли». Издание на видео во Франции выпускался на ВИЧС, демонстрировался по российскому телевидению, был полностью профессионально переведен и озвучен. В России не выпускался на ВИЧС или DVD.